МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Солодуха. Советский белорусский певец, исполнитель популярного репертуара. Артист провел три больших гастрольных тура по Беларуси, побывав с концертом в каждом городе страны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этой песне уже 22 года в моем исполнении. Да, впервые ее исполнение было 1 мая. Первый раз я ее исполнил 1 мая 1992 года. Мне было 33. Интересная игра цифр. В 33 возраст Христа ко мне пришла песня «Здравствуй, чужая милая». Пою я ее уже 22 года. На сегодняшний день мне 55. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда я задумал собрать все стадионы Ледовые дворцы спорта, а так случилось, да, мы их собрали 30 арен по стране, 19 стадионов и 11 ледовых дворцов спорта, я подумал, как же работать, какая схема. Я понимал, что ни президент, ни губернатор области, ни мэр города, никто мне не даст этого. Я включил голову, да. Я стал работать, я придумал схему. Я работаю напрямую сам со всеми директорами всех предприятий города и со всеми директорами всех предприятий района. Сам предлагаю билеты на свой концерт. И когда я увидел, что эта схема работает на 95%, я получаю положительный результат. Я ее продолжил уже потом на средних городах, потом на малых. Естественно, также собирался дворец спорта 8 марта 2012 года. Так собиралась Минская арена. Но очень отрадно, что в этом году нал доминировал над безналом. То бишь, количество желающих купить сами билет было больше, чем по безналу, чем то, что я обзванивал. Это отрадно. В школе у меня было две пятерки. По пению и по физкультуре. Это два главных предмета. То бишь, на всю жизнь они и есть. Спорт и музыка. Спорт и искусство. Это самые, я считаю, два главных направления. Еще у меня был выбор, куда поступать. В физкультурный институт или в музыкальное училище. Ну, а поступил в Карагандинский государственный медицинский институт. Тогда мы жили в Казахстане. Озеро Балхаш, военный городок Приозерск. Там служил мой отец. Кстати, в 10-м альбоме под названием «Верное сердце». Я повторяю, да, есть трек под названием «Балхаш». В 12-м году был заработан миллиард за год здесь. А вот в 2013-м 2 миллиарда. План этого года 3 миллиарда. Я только этому рад, искренне. Когда Александр Буйнов поет мою песню «На ветру». Везде, на всех площадках мира. А я ее первый исполнитель. Я радуюсь этому. Когда братья Радченко поют мою песню «Калина». Я тоже рад, когда Филипп Киркоров хотел брать песню «Здравствуй, чужая милая». В любви мне признавался в глаза к этой песне. Да это нормальное явление. Здорово. И чем больше будет скачивать, тем лучше. Значит, это признак популярности песни. И, соответственно, на исполнителе. Ради бога, ребят, качайте на здоровье. Слушайте и пойте. И так далее. Я только этому искренне рад. Что будет, если самый популярный певец Белоруссии выйдет в час пик в подземном переходе в метро? Я подумал несколько секунд и дал ответ сразу «да». Говорю, вперед, поехали. Я понимал, что если я сказал бы «нет», значит, я засомневался. Когда мы ехали в машине, да, я не скрою, я говорил уже, да, я думал, ну а вдруг остановится 2-3 человека, и какой же ты популярный. Я ехал проверять в первую очередь сам себя. И когда, представьте, пол седьмого вечера, конечная остановка метро, каменная горка, столпотворение людей, лежит кофр от гитары, куда бросали деньги. Да, и первую песню, роман «Со зеленые глаза», я начал петь вот так, голову, глаза пустил в пол. И через полторы минуты я поднял, когда моя душа ликовала, и сердце радовалось, потому что, ну, от мала до велика, и интеллигенты, и бомжи, и цыгане. Русские. Кого там только не было, да. Я раньше, когда помоложе был, ездил, например, отдыхать куда-то в Европу, я думаю, почему же все люди идут по улице и улыбаются? Приезжаешь к нам, почему-то как-то люди грустные. Всегда приятно видеть человека, который улыбается. И я себе это говорю, и всем окружающим, и вот сейчас тем людям, кто нас смотрит. Как бы ни было трудно, как бы ни было тяжело, а трудно и тяжело всегда. Есть трудные и тяжелые минуты у любого человека, от плотника, от слесаря до президента в любой профессии. Нужно все равно уметь найти в себе силы, преодолеть, превозмочь, и идти только вперед и вверх. Всегда есть решение в любом вопросе, всегда есть путь, как бы ни было, повторяю, трудно или сложно в любой профессии. И вот если человек руководствуется этим, он достигает успеха обязательно. Отчего грущу? Я не грущу вообще. Уже много лет. Сначала появляется мечта, а потом ты берешь чистый лист бумаги, ручку, записываешь, как эту мечту реализовать в жизни, как воплотить. И потом выстраиваешь план и движешься по нему. И Козирог Саша Солодухова устроен так, что если он не выполнит тот план, который он наметил, например, на день. Сегодня у меня взять Могилев, первую половинку, и вторую половинку Гомель, заделать концерты будущие. И так есть планы на неделю, на месяц, на год. У меня уже расписано все на 5 лет вперед. Через 3 года у меня 30 лет на сцене. Я стараюсь выполнять сам перед собой в первую очередь. И когда ты достигаешь, когда ты видишь, что то, о чем ты думал, мечтал и хотел, реализовывается в жизни, ты от этого испытываешь неимоверный кайф. Деньги на втором месте. Номер один моральный. Когда у тебя полные залы, когда ты отдаешь всего себя и получаешь в ответ эту энергетику. Это счастье, это блаженство для артиста. Я думаю, наверное, это неизбежно, потому что все же развивается со скоростью звука, света. И я всегда в этой ситуации говорю, каждый выбирает сам себе свой путь, свою дорогу. Если это мешает, не соприкасайтесь с этим. Много есть других моментов. Например, для меня интернет или соцсеть или что-то. Нет, я привык контактировать вот так с людьми. Или по телефону, да. Когда ты можешь человеческим голосом все рассказать, объяснить, пригласить. Вот для меня вот такой путь правильный. Конечно, я больше принимаю вот такой контакт с людьми. Ну, наверное, так устроен мир сейчас. Стремительно все летит. Поэтому я думаю, что это не проблема. Имидж. Ну, вот он есть такой, как есть. Я бреюсь один раз в неделю, да. Вот, видишь, у меня от нулевочки до семи дней. Вот, лицо и голова. Уходит на этот час-полтора до двух часов. Да, ну, раз в неделю можно себе столько времени отпустить, да. Самый главный, наверное, человек, который как бы подскажет тебе, как это зеркало. Ты посмотрелся, да, или сфотографировался, или видео, все просматриваешь, ты все видишь. Я прислушиваюсь к мнению многих людей. Вот, ну, конечно же, финальный ответ за сердцем и за душой. Я думаю, у каждого человека так было, есть и будет. И советую так делать любому человеку в любой ситуации. Вот, какой одеть костюм, как правильно себя вести и так далее. Какой избрать путь, какую дорогу. Все, сердце всегда подскажет. Будь сам честен перед самим собой всегда. Это красота, которая и внешняя, и внутренняя, человеческая, да, душа человека. Его искренность, открытость, порядочность, честность. Его красивые глаза, улыбающиеся, да, светящиеся, озаренные. Они должны быть всегда. Господь Бог нас сюда послал на землю, чтобы мы, да, радовали людей. Чтобы мы любили, чтобы мы встретили свою любовь. Чтобы мы дарили счастье друг другу. Добрые слова, положительные эмоции. Я думаю, так должно быть. Тогда будет все хорошо. Герой нашего времени – это человек, который верит в себя на 100%. Не сомневается никогда. Идет только вперед и вверх. Целеустремленно. И всегда улыбается. Я думаю, это герой нашего времени, да. По-другому никак. Я много раз говорил во всех своих интервью. Говорил, говорю и буду говорить. Любой миллионер, любой миллиардер всегда начинал с нуля. Но успеха можно достичь в любой сфере деятельности, в любой профессии. Только соблюдая два пункта. Вера в себя, в свое дело, в свою профессию на 100%. Если будет 99, ты не получишь. Только на 100% вера в себя, в свою профессию. И пахота с утра до ночи. Другого пути нет. Никогда ни у кого не было и не будет. Еще, конечно, пожелания, например, что касается артистов, да, обязательно изучать путь тех людей и смотреть на тех людей, кто достиг большой высоты того успеха. Они же тоже когда-то начинали с нуля. И Валера Леонтьев, и Стас Михайлов, и Алла Борисовна Пугачева, и Мулявин, и Саша Тиханович, и Толя Ермолин. Надо анализировать, смотреть, приходить на концерты, подсматривать из-за кулис, из зала. Все это помогает очень сильно пропускать через себя, нужное брать, ненужное отсеивать. Это законы такие для того, чтобы достичь в жизни той высоты, к которой ты стремишься. Чтобы я спросил у Бога, я бы ему сказал спасибо огромное за все. Я это делаю каждый день на крылечке нашего загородного дома. Вечером, когда приезжаю домой, я перекрещиваюсь несколько раз, да, именно по католической вере. Говорю, Господи, спасибо тебе огромное за все, что ты делал, делаешь, и дай Бог будешь делать для нас. Я утром это делаю. Я делаю это перед иконой, которую нам подарили в Жировичах. Вот, настоятель. Я прошу, Пресвятая Богородица, спаси и сохрани наших детей Саньку, Антошку, Антонинку и Вареньку. У нас четверо детей с Наташей на двоих. Спаси и сохрани всех моих близких, наших близких и родных. Спаси и сохрани весь наш белорусский народ и всю нашу белорусскую землю. Он зреет в душе и в сердце каждого человека. Нужно обязательно суметь при жизни найти себя. Каждый из нас рождается, каждый человек на земле рождается потенциальным миллионером, миллиардером, Эйнштейном и так далее. Нужно уметь раскрыть, или родители должны помочь, или ты сам потом при жизни должен заниматься только любимым делом, безумно любить свою профессию. И, конечно, желательно быть счастливым, счастливым в жизни. А счастье – это любимая профессия, и любимый человек рядом, и дети, и своя родина. Ну, наверное, так, я думаю, не наверное, а так есть на самом деле. Это и есть большое счастье, поэтому всем этого и желаю. Обрести стопроцентную веру в себя, любить до безумия свое дело, любить своих близких и родных, жить в любви, в согласии, прежде всего, с самим собой, со своими окружающими. И тогда все будет хорошо. Всегда ваш Александр Сладухов. Субтитры создавал DimaTorzok